Всем привет! Вы на канале Даша Техник и сегодня я хочу вам рассказать про шведские БМП. Эти машины создавались в довольно интересных условиях и стали самыми распространенными в Европе. И в этом видео вы узнаете, как они участвуют в боях на Украине. И в руках у меня, например, очень похожая машина, но правда с противоположной стороны. Это БМП-3. Итак, давайте слушать. В число разнообразных образцов бронетехники, переданных западными странами украинским властям, за последние два года вошли боевые машины пехоты шведской разработки CV-90. И известно, что Швеция направила Украине 50 таких БМП в модификации CV-90-40C. Часть из них ВСУ потеряли в 2023 году в ходе летнего контрнаступления, после чего Киев запросил новых поставок БМП, которые правительства Швеции и Дании уже успели согласовать. И при этом CV-90 является самой распространенной БМП в Европе. В настоящее время она в нескольких модификациях стоит на вооружении армии Симистан – Швеции, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. И три из них непосредственно граничат с Российской Федерацией. Военная доктрина Швеции в 60-70-х годах прошлого века, имевшая оборонительный характер, предусматривала возможность введения вооруженного конфликта с вероятным противником без поддержки со стороны союзных государств. И как следствие, страна должна была опираться на возможности собственных вооруженных сил и военно-промышленного комплекса. Важнейшей особенностью строительства вооруженных сил Швеции являлись климатические условия. Это низкие температуры зимой и наличие большого количества лесов, баилот и озер. Ведь леса покрывают 53% территории страны, а озера – 10%. А также протяженная береговая линия и слабая населенность значительной части территории, особенно северных районов. Эти особенности предопределили наличие целого ряда специфических требований к вооружению и военной технике. А во второй половине 70-х годов прошлого века военно-политическое руководство Швеции в рамках курса на повышение боевых возможностей вооруженных сил страны начало реализацию ряда программ, направленных на создание силами национально-военной промышленности современных образцов вооружения с минимальным использованием зарубежных технологий. Так, в этот период были инициированы программы, которые привели к появлению многоцелевого истребителя СААП «Гриппен», дизель-электрических подводных лодок типа «Готланд», корветов типа «Висбю», буксируемых и самоходных артиллерийских систем и других. В отношении сухопутных войск одним из важнейших направлений стало качественное развитие танковых и механизированных частей, предусматривалось их оснащение новыми образцами танков БМП, БТР и самоходной артиллерии, и в частности велись разработки основного танка СТРВ-2000 и новейших самоходных артиллерийских установок. Одним из важнейших направлений стало качественное развитие механизированных частей. К этому времени в целом ряде стран были разработаны, приняты на вооружение и поставлены на серийное производство, а также приняты для участия в вооруженных конфликтах боевые машины пехоты. А на вооружение шведской армии с 1964 года стоял 13,5-тонный плавающий гусеничный БТР PBV-302, который из-за наличия 20-мм автоматической пушки в одноместной башне иногда приравнивали к легким БМП. Однако очень скоро его характеристики перестали удовлетворять требованиям обеспечения тесного взаимодействия мотопехоты с основными танками в условиях современного общевыскового боя. После тщательной проработки концепции боевой машины для механизированных частей, проведенной во второй половине 70-х годов, военно-политическое руководство Швеции сделало выбор в пользу БМП средней категории. При создании БМП предполагалось максимально использовать технологический и производственный потенциал шведской промышленности, включая поставку национальными предприятиями всех основных систем и комплектующих. Свою роль в определении концепции перспективной БМП играло и стремление военно-политического руководства и военно-промышленных концернов в Швеции выйти на мировой рынок вооружений. Такая машина позволяла занять выгодное положение в этой сфере, где растущая потребность БМП была далеко не в полной мере удовлетворена имеющимися предложениями. Ведь военная промышленность ВРГ работала над обеспечением модосфера БМП «Мардер», американская М2 «Брэдли» и британская МСВ-80 «Вэриор» находились на стадии доработки конструкции и организации серийного производства. Создание же легких БМП на базе широко распространенного бронетранспортера М113 не обеспечивало достижение тактико-технологических характеристик, необходимых для современного образца. Новая БМП должна была сочетать достаточно мощное и универсальное основное вооружение, возможность транспортировки пехотного отделения до 8 человек, высокий уровень командирской управляемости, подвижность и проходимость, не уступающую показателям легких плавучих танков, а также достаточный уровень защищенности при массе в не более 20 тонн. При проектировании особое внимание уделялось обеспечению высокого уровня оперативной мобильности машины путем повышения удельной мощности, проходимости в условиях бездорожья, включая слабые грунты и снежный покров, а также заболоченную местность и иные естественные препятствия. И важнейшее значение имело комфортное размещение экипажей десанта. Впервые в боевой обстановке машины семейства CV-90 побывали в 2004 году, и они вошли в состав миротворческих сил в Либерии. Развернутых в рамках операции, начавшейся в сентябре 2003 года, с целью обеспечить перемирие и стабилизацию обстановки после завершения внутреннего вооруженного конфликта. В Либерию были доставлены 13 CV-90-40С. БМП осуществляли сопровождение колонн, патрулирование дорог и поддержку операции по разоружению враждующих сторон. А в 2007 году CV-90-40 появились в Афганистане в составе норвежского контингента. И позднее Швеция тоже перебросила Афганистан небольшой по численности контингент, оснащенный БМП CV-90-40С, и они были развернуты в мае 2009 года. Первоначально шведы направили туда 9 БМП и 1 БРЭМ, и в дальнейшем в состав шведского контингента включили еще несколько БМП. В этих операциях шведские машины потерь не понесли, но одна норвежская БМП подорвалась на мощном фугасе, и в результате взрыва погиб один норвежский военнослужащий. А парк CV-90-40 постепенно приближался к 20-летнему рубежу своей службы. Для поддержания боеготовности механизированных частей требовалось проведение капитального ремонта всех БМП и их частичная модернизация. В 2016 году корпорация BioSystems и Агентство оборонных закупок Швеции заключили контракт на проведение капитального ремонта и частичной модернизации БМП CV-90-40, а также боевых и вспомогательных машин на ее базе. Сто обновленных машин поступили в войска с 2019 года по 20-й, а еще 188 прошли модернизацию с 20-го года по 22-й, и одновременно Швеция интенсифицировала процесс интеграции в структуры НАТО и наращивания военной мощи. А в январе 2020 года на острове Готланд был развернут механизированный батальон, а количество механизированных бригад, планируемых к развертыванию в случае вооруженного конфликта, возросло до трех, плюс одна пехотная бригада. В январе 2024 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон заявил о планах разместить в 2025 году в Латвии усиленный механизированный батальон, численностью 800 человек из состава 7-го пехотного полка сухопутных войск. И его развертывание должно осуществляться в рамках программы НАТО с характерным названием «Усиленное передовое присутствие». Да уж. Для замены переданных Украине БМП шведские вооруженные силы предполагают закупку новой партии машин. В октябре 2023 года Агентство оборонных закупок и корпорация БАИ подписали первоначальный контракт на сумму 3,3 млн долларов, который положил в начало официальной процедуре покупки новых БМП. Но детали поставки не разглашаются. Предполагается, что поставка будет осуществляться в 2024 и 2025 году, а конфигурации машин будут наиболее близки к совершенным моделям БМП, выпускаемым в настоящее время. Швеция традиционно опирается на концепцию нейтралитета во внешней политике, хотя конституционно политика нейтралитета не закреплена, что позволило ей избежать участия и в Первой и Второй мировых войнах. А с началом специальной военной операции на Украине страну начали активно вовлекать в процесс оказания политической, дипломатической, экономической и военной помощи киевским войскам. Ускорилась и реализация программы вступления Швеции в НАТО. А в марте 2023 года шведское правительство официально объявило о заключении с Великобританией соглашения о стратегическом сотрудничестве для поддержки Украины, Великобритании и ряд европейских стран, а изначально это были Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Литва, образовали фонд поддержки Украины, формирующийся за счет взносов упомянутых государств. Средства фонда используются для максимально быстрой закупки вооружения и военной техники по всему миру. С февраля 2022 года по октябрь 2023 Швеция выделила Украине военную помощь в объеме 2,160,000,000 долларов США, из которой на долю военной составляющей пришелся 1,6,000,000 долларов США. А уже через 10 дней после начала СВО на Украину доставили первую партию шведской военной помощи, 5000 единиц противотанковых средств и по 5000 бронежилетов и касок, а также 135 тысяч индивидуальных рационов питания. А в дальнейшем состав помощи расширили, и в него вошли системы ПВО, РЛС, контрабатарейной борьбы и бронетехника, включая основные боевые танки, БТР, БМП, САУ и т.п. А весной 2023 года в западной прессе прошла информация о подготовке силами США и стран Западной Европы, которые должны были стать главной ударной силой сухопутных войск Украины. Среди них было 7 отдельных механизированных бригад, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 46-я отдельная аэромобильная бригада. Сроки подготовки шести бригад установили к 31 марта, а еще трех – к 30 апреля. А к концу апреля глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выполнении этого плана. Еще три бригады Украина готовила за счет своих ресурсов. А по информации зарубежной прессы, подготовку и оснащение одной из механизированных бригад возложили на Швецию. Весной 2023 года на территории этой страны в обстановке максимальной закрытости проводились учения украинских военнослужащих. И по разным данным общей численностью от 3 до 5 тысяч человек. Основной состав бригады завершил подготовку к концу мая – начало июня. И таким образом вся подготовка заняла около двух месяцев. И согласно шведским стандартам, обучение экипажа БМП занимает, например, от 9 до 11 месяцев. Кроме того, состав украинских военнослужащих, проходивших подготовку в Швеции, был крайне неоднородным с точки зрения базовой подготовки. А некоторые будущие экипажи шведских БМП вообще ранее не имели отношения к эксплуатации бронетанковой техники. А другие же имели опыт работы на БМП-1 и БМП-2. По мнению шведских инструкторов, в абсолютном большинстве обучаемые не были знакомы с особенностями эксплуатации современных образцов военной техники, оснащенных новейшими технологиями. Хотя машину, которую приняли на вооружение 30 лет назад, вряд ли можно назвать высокотехнологичной. Но хорошо они ориентировались в вопросах эксплуатации механической части. И тут нужно отметить, что техники и вооружения, поставляемого Швецией на Украину, недостаточно для полноценного укупликтования механизированной бригады. Фактически 10 танков и 50 БМП хватает на оснащение батальона тактической группы, а в сокращенном варианте – двух механизированных батальонов. При этом САУ используется в составе отдельных артиллерийских бригад, решая на их задачи. Машины, управления и передовых артиллерийских наблюдателей не поставляются, и количество поставляемых БРЭМ явно недостаточно. И в этой связи определенные сомнения вызывает и проводимое количество военнослужащих, прошедших обучение в Швеции. Например, командир украинского батальона, оснащенного CV-90 в качестве одной из проблем, влияющих на эффективность использования БМП, назвал острый дефицит подготовки пехоты, то есть состава десанта БМП. По сообщениям СМИ, БМП CV-90 поставляли на Украину в конце мая и начало июня 2023 года, а в конце июня их направили в район ведения боевых действий. И по отрывочным сведениям, эти машины действовали в составе 21-й и 93-й механизированных бригад. Первая дислоцировалась в районе Сфата Кременая, а вторая в районе Лимана под Бахматом. Украинские экипажи отмечали нехватку запасных частей и расходных материалов, таких как масляных и воздушных фильтров. Хотя с каждой машиной поставлялся двойной комплект фильтров, их израсходовали уже к началу августа, а это фактически за два месяца. И как следствие, фильтры использовали гораздо дольше от введенного им срока, что в условиях частых маршей, а в том числе по проселочным дорогам, приводило к перегревам двигателей и последующему выходу из строя машин. Проведение ремонта оказалось тоже невозможным из-за отсутствия запасных частей. По данным шведских СМИ, то половина вышедших из строя БМП утратили боеспособность из-за перегрева двигателей. Поставка расходных материалов и запасных частей вызывала серьезные затруднения. Этот факт отмечали как украинские военнослужащие, так и представители фирмы-изготовителя БМП и министра обороны Швеции. Уже в феврале 2024 года заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Артам Ощенко заявил, что основная часть, поставляемая из-за рубежа техники и вооружения, не в полной мере снабжается запасными частями. Наиболее высокий показатель характерен для техники из США и Швеции. До 70% поставляется с запчастями. Техника из Великобритании снабжается запчастями на 40%. А по другим странам этот показатель еще ниже. А из Польши и Словении вообще приходят без запчастей. И, кстати, об этой проблеме я уже говорила в своем видео, посвященном украинскому танковому зоопарку. А для проведения ремонта, включающего замену узлов и агрегатов, требовалась эвакуация вышедших из строя БМП в тыловые районы. Но чаще всего полноценный ремонт возможен лишь на территории государств член НАТО, где имеются сервисные центры и ремонтные предприятия. Наиболее сложные виды ремонта машины осуществляются только на заводе-изготовителе. В ходе украинского наступления летом 2023 года БМП CV-90 использовали для атак российских позиций. И в ряде случаев без поддержки танков, а иногда и вместо них. И при этом машины двигались группами, две или четыре, поставляя пехоту как можно ближе к линии российской обороны, а затем пытаясь максимально использовать мощь основного вооружения для подавления опорных пунктов, и в том числе и снарядами с программным взрывателем. Тактика такого использования БМП без должной поддержки танками и артиллериями очень редко приводит к положительным результатам. Негативную роль также играли большие габариты машины. По ширине и высоте они примерно соответствуют габаритам основных танков Т-62 или Т-72, а также недостаточное разведывательное инженерное обеспечение и упомянутый дефицит подготовленной пехоты. И, конечно, уровень бронезащиты SV-9040C не обеспечивает устойчивость к воздействию современных противотанковых средств, даже с учетом экранов дополнительной защиты. Экраны были разработаны и установлены на БМП с 20 лет назад и с тех пор не модернизировались, тогда как средства борьбы с бронетехникой постоянно совершенствуются. И тут стоит отметить, что многие CV-9040C, переданные киевским властям, тщательно укутывались модульными накидками типа «Барракуда», которые снижают оптическую, инфракрасную и радиолокационную заметность машины. Но, как отметил представитель концерта на БАЕ в сентябре 2023 года, в ряде случаев на Украине они устанавливались с нарушениями, что приводило к снижению их эффективности. И в то же время украинские экипажи отмечали, что БМП с правильно установленной «Барракудой» сложнее обнаружить через тепловизор. И, разумеется, в украинских частях тоже знали особенности SV-90. И поэтому в дальнейшем активно использовали тактику огневых налетов из-за укрытий, постоянную смену позиций и координацию действий с передовыми артиллерийскими наблюдателями. В ходе летнего наступления несколько машин также были повреждены либо уничтожены огнем российской артиллерии. И при этом отмечалась ненадежность механизмов закрытия крышек люков экипажа, которые выходили из строя даже при поражении осколками. И как минимум одна БМП была уничтожена огнем российского танка и еще несколько были повреждены. Одна БМП стала трофеем российских войск. Эту машину подбили в районе Сватокременная. В районе села Чернопоповка две украинские БМП CV-9040C выдвинулись для атаки российских позиций, обороняемых 1-м мотострелковым батальоном 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии Западного военного округа. Одна БМП получила попадание из РПГ в правую лобовую часть башни, отвернула и была повторно поражена в левый борт российским гранатометчиком из засады с короткой дистанции с пробитием брони. Наводчик и механик-водитель погибли, и БМП остановилась и была брошена. Вторая БМП CV-90 отошла, а бездвиженная машина стала трофеем 252-го мотострелкового полка. Затем ее эвакуировали в тыл, а позднее доставили на выставку трофеев вооружения и техники, развернутой в подмосковном парке «Патриот». А видео с подробным обзором экспонатов выставки у меня есть на канале. Еще одна CV-9040C, обнаруженная российским беспилотником при движении по проселочной дороге, замаскировалась в лесополосе, и она была уничтожена ударом высокоточного боеприпаса, после чего произошло возгорание боекомплекта и топлива. Также отмечались случаи поражения БМП брожирующими боеприпасами типа «Ланцет». В качестве положительных качеств БМП CV-90 украинские экипажи отмечали ее надежность при условии наличия запчастей и расходных материалов, а также своевременном техническом обслуживании, а также ее высокую проходимость, что немаловажно в условиях бездорожья и распутицы, а также дефицита гусеничной техники в украинских войсках. Ведь колесная техника далеко не всегда обеспечивает движение по раскисшим полям, и хороший обзор с места экипажа и тепловизор, позволяющий обнаруживать цели ночью и в условиях плохой видимости на дистанции до 2 км. И кроме того, при попаданиях она зачастую не загоралась, что способствовало выживанию экипажа и десанта. И поэтому при борьбе с такими БМП требуется сочетать огонь противотанковых средств с использованием высокоточных боеприпасов и с огнем стрелкового оружия. Общие потери CV-90 за период с июня 2023 года по февраль 2024 можно оценить примерно в 20 единиц, включая полностью уничтоженные БМП, а также машины, вышедшие из строя по боевым причинам или же из-за технических неисправностей и отправленные на ремонт в Швецию. О высоких потерях свидетельствуют данные по номенклатуре новых поставок вооружения и техники из Швеции на Украину. Так, аж в 14-й пакет шведской военной помощи на общую сумму в 170 млн долларов США помимо прочего входили запчасти и боеприпасы для БМП CV-9040C, которые составляли основную часть поставок. Поставки БМП на Украину продолжаются, и в декабре 2023 года министры обороны Дании и Швеции подписали декларацию о намерениях поставить Украине 25 новых машин, а также запчасти, БНК-плект и обеспечить реализацию договора на техническое обслуживание машин. Договор финансируется Дании, который обязуется внести на эти цели 263 млн долларов США, а в январе 2024 года шведское агентство оборонных закупок получило разрешение правительства на проведение переговоров с украинской стороной по поводу заключения межгосударственного соглашения о поставке новой партии БМП. Причем помимо обсуждения условий финансирования, сроков и условий механизмов закупки, поставок и обеспечения эксплуатации БМП декларировалось и расширение сотрудничества в оборонной сфере, включая организацию части производства на Украине. Также шведы не оставляют попыток снабжать Украину своей техникой. И вот такой рассказ у меня получился о шведской БМП на службе украинских войск. Если вам понравилось видео, то не забывайте подписываться на мой канал. А поддержать мою деятельность можно при помощи сервиса Boosty. Все ссылочки есть в описании. До новых встреч. Пока-пока.